Здравствуйте, уважаемые друзья! Я сегодня в новой футболке. На рисунке написано fake you. Ну, вы знаете, что такое fake? Это английское слово. Fake – это фальшивка, подделка. Сейчас слово fake пришло в русский язык. И, к сожалению, наша жизнь наполнена сплошными фейками. Вы знаете, что вся история с квартиры 19 была полностью сделана через СМИ. Это от начала до конца стопроцентный фейк. И сегодня мне пришла информация, которая казалась для меня шокирующей, о том, что тестирование для квартиры 19 – это тоже полный фейк. Я раньше думала, что они просто неправильно используют этот тест, который был создан совсем для других целей, чем его используют сейчас. Он не был создан для определения, для выявления инфекционных заболеваний, как говорил его создатель Кэрри Муллис, который получил за него Нобелевскую премию. И еще такая информация о тесте была до настоящего момента, что его нельзя использовать на циклах выше, чем 20, 17 или 20. Они его используют на циклах выше 40 и даже выше 45, поэтому очень часто он дает положительный результат. Но сегодня, как я сказала, мне пришла шокирующая информация от моего подписчика из Канады, который был вынужден проходить тестирование несколько раз по работе. Но мой подписчик вообще не хотел сдавать свой генетический материал, поскольку была возможность такой тест делать самостоятельно, а не с помощью медсестры, то мой подписчик всегда сдавал пустые палки, то есть вообще никакой свой генетический материал он не сдавал. И всегда был результат отрицательный. И вот сейчас у этого моего подписчика снова возникла необходимость пройти тестирование, и он поехал на пункт, где это тестирование сдают, так называемый пункт drive-thru. Это что-то наподобие макавта, то есть люди подъезжают на своих машинах к такому окошку, в котором сидит медсестра. Они, не выходя из машины, отдают свои данные, заполняют анкету, и медсестра выдает им вот эти палки. Человек самостоятельно ковыряет у себя в носу и в горле и отдает эти палки медсестре. Мой подписчик подъехал на машине, заполнил анкету, оставил свои данные, и, немного отвернувшись в сторону и отодвинув эту тряпку, сделал вид, что поковырялся у себя в носу и в горле. Но это медсестра не заметила, и подписчик отдал палки медсестре, будучи уверенным, что в этот раз результат будет отрицательный. И каково же было его удивление, когда он получает ответ из лаборатории, и ему приходит положительный результат, уважаемые друзья, посмотрите, как это выглядит. Ответ из лаборатории на английском языке. Вот, пожалуйста, этот код. И на английском написано, результаты вашего тестирования на квартиру 19 оказались положительными. Ну, дальше рассказывается, что нужно делать. Проверять температуру, следить за симптомами, чтобы они не ухудшались, какие симптомы в принципе могут быть и так далее. Уважаемые друзья, то есть это полный цинизм. Заключается он в том, что они эти результаты даже не обрабатывают. Вернее, они не обрабатывают никакой генетический материал. И все, что они говорят нам, вот такое-то количество случаев, такое-то количество случаев, это полный фейк, вот как у меня написано на майке. То есть, когда им нужно нагнать новую волну, они просто собирают данные у людей, которые приезжают и проходят тестирование. И дальше уже от фонаря, может быть, не от фонаря, ну, вернее, я думаю, что это, конечно, у них алгоритмы уже запрограммированы. То есть, допустим, один и тот же человек, он уже отмечен в системе. Если он сдавал, допустим, три или четыре раза, у него был результат с плюсом, значит, в какой-то момент у него должен выпасть результат с минусом. Но смысл в том, что никакой, никаким образом они генетический материал не обрабатывают. И мой подписчик просто шокирован тем, что с ним произошло. Ему, конечно же, нужен отрицательный результат, потому что его никуда не пустят, куда ему нужно. Но вот сейчас он думает, как ему обойти вот эту систему. То есть, друзья, имейте в виду, что когда вы проходите тестирование, то эти палки просто выбрасываются в мусорный бачок. Хотя компании, которые производят эти палки, в Америке это компания, учредительник которой является Белл Гейтс, Джордж Сорос, наши старые знакомые. Эти компании получают, конечно же, деньги от правительства. Иногда эти тесты платные, и в Европе вот они бывают платные, и у нас они платные для некоторых сотрудников. Когда их выпустили на работу, мы с вами это обсуждали, где-то примерно, может быть, месяц или полтора назад, людей выпустили с ударенки, сказали, ну только сдавайте тестирование за собственные деньги. И народ побежал. То есть, это полный лохотрон, полная разводка. Ничего они не проверяют, ничего они не обрабатывают, они просто ставят тот результат, который им нужен. И вот сегодня мне скинули фотографию из Германии. Это тоже тест авто. Вот огромная очередь, в которой люди ждут иногда по несколько часов. И это, уважаемые друзья, полнейший лохотрон. Так что, они просто над нами вот так вот издеваются, они над нами ржут. Как еще можно этих идиотов нагнуть? Как еще их можно унизить? А представляете, когда этот мазок брали не из горла, а из носа, а из заднего прохода? Это действительно намеренный такой стек. Потому что само это тестирование, это нарушение всех возможных прав человека и гражданина. Это медицинская процедура, на которую нужно давать согласие. Вас никто не может склонить. У вас по любым законам и по правам человека вы имеете право отказаться от медицинского вмешательства, так называемого. И отказ от прохождения медицинского вмешательства не может быть поводом для ограничения свободы передвижений. Но, друзья, это срабатывает, потому что все идут и тупо просто соглашаются. Так же, как и с поборами ЖКХ, об этом я скажу позже. Так же, как и с перфорацией, так же, как и со всем остальным. Так же, как с тем, что у нас население закрывает глаза на 35-й срок Путина. И так далее, друзья. То есть это все держится на вашем молчаливом согласии. И поэтому, когда власти вас нагибают, над вами издеваются, когда вас вышвыривают с работы, когда вам поднимают цены в три раза, а индексируют пенсии всего лишь на 10%, имейте в виду, что это проходит на вашем молчаливом согласии и в выпускании пара в соцсетях. Все, вы больше просто ничего не делаете. Вы на меня не обижаетесь, конечно, можете от меня отписаться. Но, к сожалению, это так. Ну, а теперь давайте рассмотрим некоторые новости. Сегодня вышла новость о том, что мое предположение все же, как я думаю, было верно насчет расшифровки буквы ЗИ. Операция ЗИ, которую Путин проводит на Украине. Давайте почитаем. Зеленский назвал правильным место для переговоров с РФ. Зеленский заявил, что Иерусалим, это столица Израиля, извините, является правильным местом для поиска мира. Обратите внимание, вверху название сайта президента Украины president.gov.ua Мы уже взбирали с вами, что домен верхнего уровня .gov это американский правительственный домен, на котором находятся американские правительственные сайты. А домены второго уровня, которые идут после gov.ru, .ua, .ua это Украина и так далее, это уже сайты, которые находятся под основным доменом .gov. Ну, что указывает их принадлежность и также информация, которая сливается на общую базу данных. Итак, президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что Иерусалим можно сделать местом для переговоров с Россией. Об этом он сказал в виде обращений, передает ТАСС. Глава государства указал, что премьер-министр Израиля Наталья Беннер пытается выступить посредником в организации переговоров Украины и РФ. Мы благодарны за это усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, Иерусалим это правильное место для того, чтобы найти мир, сказал политик. Друзья, ну, конечно, никакой мир они там не будут искать. Они просто едут для переговоров и наверняка провести какие-нибудь свои обряды, ритуалы. Обратите внимание, они периодически встречаются. Как вот приезжал Макрон к Путину, потом он поехал к Зеленскому. То есть я считаю, что он проводил инструктаж. По крайней мере, так это выглядело он как представитель глобалистов. Перед тем, как началась операция, операция ЗИ, он приехал, подинструктировал. Потом они периодически встречаются с Байденом, с какими-то европейскими лидерами. И все это для того, чтобы, я думаю, это делается для того, чтобы держать ситуацию на контроле. И для того, чтобы они проводили свои ритуалы для их закрытого круга. Сейчас они едут в Иерусалим. Недавно прошел еврейский праздник Пурим. Я думаю, возможно, из-за этого что-то связано. Опять же, они объявили о великой перезагрузке вчера, мировой перезагрузке. И вот сейчас они будут в Иерусалиме все это дело отмечать. Так что, друзья, то, что пишут в новостях об их встречах, нужно все-таки смотреть и читать между строк. Потому что эти встречи проводятся, конечно же, не для того, чтобы перевести переговоры о подписании перемирия. И еще одна интересная новость, уже далеко не первая. Они открыто говорят о сливе доллара. Давайте почитаем. Экономист Клапенко спрогнозировал. Ну, спрогнозировал, понятно. Спрогнозировал, ему сказали так сказать. Массовый отказ от ценных бумаг США и доллара в 2022 году. Специалист заявляет о том, что на сегодняшний день многие страны мира уже задумались о переходе национальной валюты, поскольку многих пугает больших госдолг США. Экономист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 300 миллиардов долларов российских резервов. Клапенко уверен, что снижение доли доллара и ценных бумаг США в мировой экономике приведет к ускорению инфляции в Америке и запустит новый финансовый кризис. В итоге российские компании все чаще переходят на расчет в национальных валютах. Друзья, ну опять же, такое ощущение создается, что это все произошло случайно из-за конфликта на Украине. На самом деле, это спланированная акция по сливу доллара. Они уничтожают Америку, уничтожают доллары. То есть вот этот гигантский мыльный пузырь, который они надували последние несколько лет, он наконец-то начинает сдуваться. Поэтому, конечно же, не делайте никакие инвестиции в доллары. Тем более, не имеет смысла покупать резаную фиатную долларовую бумагу. Но сейчас это и сделать практически невозможно на территории России. Просто имейте в виду, что с долларом в этом году уже в том виде, в котором мы его знали, как непотопляемая мировая валюта, а в этом году уже, ну скорее всего, второй половин в году уже будет покончено. Ну то есть разгонится жуткая инфляция, доллар будет терять в цене сначала по отношению к юаню, конечно же. Ну а потом национальные валюты, это тоже, это увод внимания. Их задача перевести абсолютно весь мир на цифровые валюты центра банков. Не забывайте об этом. Поэтому покупкой юаней вы не спасетесь. Вы спасетесь только инвестиции в реальные активы, в реальные ценности. Об этом мы тоже много раз говорили. Ну а теперь давайте еще раз посмотрим на эту цифру. 300 миллиардов долларов российских резервов на Западе. 300 миллиардов долларов российских резервов. Вы только вдумайтесь, это же огромная цифра. Огромная сумма. Сегодня еще вышла новость о том, что во Франции заморожена сумма 22 миллиарда, то ли евро, то ли долларов, мы говорим евро, активов центра банка. Друзья, вы представляете, 22 миллиарда только в одной Франции. И вопрос, чьи это деньги? Ну я думаю, вы знаете ответ. Конечно же, это деньги народа, это ваши деньги. Это деньги вот этих вот несчастных людей, которые мне вчера в комментариях моих подписчиков писали, что пенсии в 30 тысяч и в помине нет. Ну на самом деле такая пенсия есть в Москве, конечно, далеко не у всех, но она есть. Сейчас после индексации, наверное, все-таки будет больше пенсионеров с такой пенсией. Ну хотя мы видим, что эта индексация, она даже близко не догоняет инфляцию. Ну в любом случае 30 тысяч для многих наших граждан в регионах просто даже не снились. Это слишком шикарно, пишут мне подписчики. И тут же пишут, что коммуналка, скажем, при пенсии в 10-15 тысяч, коммуналка в 4,5 тысячи, 7 тысяч. И ведь, понимаете, вот поразительно, при такой нищенской пенсии народ платит коммуналку. Ну что вы делаете? А потом вы жалуетесь, что какие у нас плохое, какое у нас ужасное правительство, как нас обманывают, как нас убирают. Ну вас и так обобрали уже, у вас нищенские пенсии. Я не понимаю, как нужно жить на 15 тысяч даже в регионе, а тем более в Москве. И вы при этом, при всем идете и платите эти поборы, которые уже давно-давно за вас заплачены. Вот они эти деньги, 300 миллиардов, 22 миллиарда и так далее. Это ваша вот эта коммуналка, это ваши налоги, которые вы платите в виде НДС, когда вы покупаете что-либо в супермаркетах. Вы не можете от него отказаться. Это налоги на квартиры, которых у вас и так нет, потому что земля нам не принадлежит. Это все, что вы ходите и платите, платите, платите добровольно. Конечно, уважаемые друзья, вы можете на меня обижаться, вы можете от меня отписаться, но, простите, вы сами виноваты в вашей проблеме. И нечего ругать правительство, что они вам постоянно задирают цены. Пока вы будете дрожащими руками нести, относите им последние ваши ковришки, вот эти скупые гроши, на которых даже выжить-то невозможно, вас, к вам такое отношение не будет. Понимаете, вас никто на Аркане туда не тащит. В том-то и дело, что на Аркане, так же, как и на перфорацию. Ну да, вот там проблемы были на работах, заставляли, да, люди побежали, но и то можно было отказаться. Вот сейчас этим тестированием, когда людям нужно переезжать, особенно пересекать границы, ну, рамсить очень сложно, понимаете, то есть они могут вплоть до того, что там в тюрьму посадить и все. То есть есть ситуации, где действительно очень сложно отказаться от этих мер. Но, тем не менее, полно ситуаций, как вот с поборами ЖКХ, когда вы просто сами это делаете, вы можете отказаться от незаконных поборов. Друзья, так что имейте в виду, что тирания меньшинства, как я всегда говорю, держится на молчаливом согласии большинства. Уважаемые друзья, переходите по ссылке, заказывайте футболки, я пополняю свою коллекцию с новой актуальной темой. Заказывать это будет для меня хорошей поддержкой в такое непростое время, когда YouTube отключил монетизацию. Также вы можете воспользоваться реквизитами в описании к этому ролику, если вы не хотите заказывать у меня никакой мерч. И непосредственно поддержать меня по реквизитам. Кто это делает, делал и собирается сделать, я вам очень благодарна, потому что сейчас это особенно необходимо в связи с отключением, возможности, заработка для авторов в российском сегменте. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.